На повестке дня заседания Совета депутатов городского округа более 10 вопросов. Одна из самых актуальных тем в конце года – принятие бюджета муниципалитета на будущий год и плановый период 2022 и 2023 годов. Проект представил начальник финансового управления администрации городского округа Александр Фрыгин. Он отметил, что исполнялся бюджет в непростой период. Во время пандемии наблюдался рост нагрузки из-за падения основных налоговых поступлений, в то время как расходы росли. Именно в это время в полной мере положительно проявилось себя стратегические линии на создание определенных резервов. Можно сказать, подушки безопасности. Финансирование основных мероприятий происходило без сбоев, в своевременной полном объеме. Остается цель – сохранить социальную направленность, твердую доходную базу, возможность профинансировать все направления, не прибегая к заимствованию. По словам Александра Фрыгина, бюджет предстоящего года носит достаточно консервативный характер. Основа бюджетного финансирования составляет затраты на социальную сферу. На нее заложено 7,385,000,000 рублей, то есть 65%. Проект бюджета предстоящего года предлагает супердить следующих суммах. Доходная часть – 10,243,000,000 рублей, в том числе налоговый и неналоговый доход, 5,7,000,000 рублей. Субвенция – 3,214,000,000 рублей, субсидии – 1,953,000,000 рублей, в том числе бюджетный транспорт – 5,7,000,000 рублей. Расходы – 11,216,000,000 рублей, дефицит бюджета – 973,000,000 рублей, что полностью покрывается за счет остатков бюджетных средств на начало года и соответствует нормам действующего законодательства. Финансовое обеспечение жилищно-коммунального и дорожного хозяйства составит 1,320,000,000. На другие целевые программы запланировано направить 2,5 миллиарда. Округ надеется и имеет возможность войти в ряд госпрограмм. Бюджет у нас достаточно сбалансированный. У нас бюджет имеет резервный фонд. И мы понимаем, что на социальную сферу 65% будем тратить. Бюджет предусмотрено в бюджете на 2021 год. За счет того, что у нас предусмотрены деньги в резервном фонде, мы сможем участвовать с финансированием в региональных и федеральных программах в случае, если будет реализовано строительство соцобъектов в Финском и в Новом городке. Поэтому я считаю сбалансированный полностью бюджет. И мы его поэтому и приняли. Бюджет приняли большинством голосов. Также парламентарии заслушали и приняли к сведению доклад об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года. По доходной части мы выполнили годовой класс. Сейчас уже, по сути дела, работаем на доставке средств, которые будет на правильном покрытии депутаты бюджета. У нас при выполнении около 400 миллионов рублей. Что касается расхода части бюджета, то за 9 месяцев у нас исполнение 60%. Наибольшее исполнение сложилось по отраслям, по которым доводилось муниципальные задания. Это в самом отрасли социальные спирты, а не меньшее, где значительная доля капитальных затрат сейчас как раз идет активное освоение. Также на заседании депутаты утвердили перечень мероприятий и выделяемые средства на реализацию наказов избирателей на будущий год. В размере на каждого депутата по 500 тысяч руководители учреждения обычно к нам обращаются с просьбами. И то, что не вошло в бюджет, мы как раз реализуем через наказы. Утвердили те наказы избирателей по разным сферам на 2021 год. И также приняли положение новое, которое, в принципе, предусматривает эту же сумму уже на 2022 год. Еще один вопрос о присвоении почетного звания заслуженный юрист Московской области Татьяне Данилиной. Когда тайство депутата поддержали. У нас, вы знаете, работает Татьяна Александровна Данилина, человек, которого мы предлагаем к столь достойной и высокой награде. На всех судебных процессах 98% – это выигрышные дела и достаточно приличные суммы по возврату бюджета от городского округа Щелкова и поселений.